Всем привет. Изначально мой доклад должен был быть про анимацию. Он про нее и будет, но в нем будет очень много вещей, о которых рассказал уже сегодня Олег и Антон, но я надеюсь, еще будет что-то интересное. Можно свет чуть-чуть. Первое, что я хочу спросить. Кто-то был в прошлом году на моем докладе про анимацию? Поднимите руки. Отлично. Дело в том, что за этот год очень много всего поменялось. На самом деле именно из этого я в этом году хотел выпустить вот эту обновленную версию, потому что в прошлом году анимация стала популярной, но никто толком не знал, как ее делать, как ее правильно делать, что хорошо, что плохо. я примерно там собрал какой-то ряд каких-то паттернов, которые используются. Но в этом году поговорим чуть-чуть подробней, и у меня, надеюсь, будет детальней. Собственно, что поменялось в этом году? Анимацию начали использовать везде, во всех приложениях, в интерфейсах. Но вы уже сами знаете, вы уже настолько привыкли к этой анимации, что вы даже не чувствуете, что она вот где-то есть. Вот об этом говорил Антон. Вот эта вот скрытая анимация, которая как бы хорошо, что она есть. Но представьте, представьте вот Сазам без анимации или какое-то погодное приложение, где ничего не двигается, или когда вы нажимаете на какой-то тап и переходите на следующий экран мгновенно. Вот именно про такие вещи я сейчас буду останавливаться и детальнее говорить. Эта анимация называется функциональной. Функциональная анимация – это анимация, которая преследует какую-то цель, которую можно объяснить и которая напрямую будет влиять на юзабилити, на удобство. И многие, может быть, скажут, что она там не так важна или слишком много акцента на эту анимацию, и без нее, собственно, много приложений работает. Но вы просто не замечаете этих вещей. А я сейчас вам про них расскажу. Родитель функциональной анимации – это статус. Статус часто отображается в виде, например, пулту рефреша. И он осуществляет мониторинг в реальном времени действия, которые происходят на экране. Вы, наверное, часто замечали такой кейс, когда вы обновляете контент, но нет интернета у вас. И этот пулту рефреш, он сразу же обратно залетает вверх. То есть не идет этого прогресс-бара. Если интернет есть, тогда он крутится, 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 и в итоге добавляется этот контент. То есть это говорит о чем? Что вы контролируете этот процесс, и вы четко знаете. Сейчас добавится контент, сейчас не добавится. То есть такие вот вещи. Следующий интересный момент – это экшн-кнопки. Их на самом деле очень много сейчас в приложениях. Самый распространенный вариант – это когда, например, есть какой-то экран профиля, и в углу где-то есть карандашик. Вы на него нажимаете, меняется экран, и вместо этого карандашика появляется галочка подтверждения редактирования. Но часто сейчас вставляют эту анимацию и в других приложениях. И вот когда при нажатии на такую экшн-кнопку действие какое-то необычное, то тут как раз приходит на помощь эта функциональная анимация, которая должна показать вам, что произошло, чтобы вы всегда были в курсе. Следующий такой интересный момент – это привлечение внимания. В данном примере мы показываем, что у нас есть какой-то скрин, в нем есть какой-то контент, мы его лайкаем, но юзеру непонятно, где эти лайки будут. И вот таким вот легким жестом мы рассказываем юзеру, что вот лайки будут вот там. Еще это используется, например, в интерфейсах, когда какой-то сложный интерфейс, интернет-магазина, вы добавляете товар в корзину, и чтобы человек знал, где эта корзина, этот товар летит в эту корзину, прям буквально летит, и вы уже знаете, куда переходить дальше. Интересный тип функциональной анимации. Когда вы делаете переход, изначально я его увидел в материал-дизайне. В чем его идея? В том, чтобы тот контент, на который нажимает человек, он вас переносил на следующий экран, причем этот элемент, он переносится на следующий экран и буквально открывается. Если у вас какая-то зеленая иконка, то должен открыться какой-то зеленый экран. или перенести сюда заголовок. То есть что-то должно вас перенести на следующий экран. Все это делается для того, чтобы сохранить вот эту связь юзера с этими двумя экранами. Подсказка. Тоже важная вещь. Все к ней привыкли, все ее знают. Идея в чем? Например, у вас есть экран с какими-то карточками. Их можно свайпить. Так вот, в первый раз, когда загружается этот экран, эти карточки должны прилететь все вместе и этим самым подсказать юзеру, как с ними взаимодействовать. Что они вот перелетели, их можно дальше свайпать. То же самое используется в анбординге, когда мы открываем приложение, прилетает контент и, собственно, показывает, что справа дальше контент будет перелетать и юзер уже знает, как с ним взаимодействовать. Тоже такая себе функциональная анимация. Идея ее в том, чтобы смоделировать какие-то вещи, которые очень сложно объяснить как-то по-другому. Еще пример подобной анимации – это погодные приложения, где дождь, вы видите дождь, гроза, вы видите грозу. Визуальный отклик тоже один из самых таких важных, одной из самых важных анимаций функциональной. И это, наверное, самая первая анимация, потому что всем известный ховер – это как раз визуальный отклик. Юзер должен понимать при клике на элемент, что должно произойти то, что он примерно ожидает, когда он нажимает на какой-то элемент. Тут я такой пример придумал, чтобы объяснить. Это, например, как в машине забыть выключить дворник и на следующий день завестись, и этот дворник начнет резко работать. То есть вы, когда заводите машину, вы не ожидаете, что сейчас дворник начнет работать. Поэтому именно с визуальным откликом нужно быть аккуратней. При каком-то нажатии, при каком-то действии юзера он должен примерно ожидать, что его ждет. Если что-то будет происходить еще, то это будет его отпугивать. Маркетинг. Маркетинг. Это, наверное, единственное исключение, когда полностью анимация делается без какой-то логики. Она делается сложная, вот как здесь в примере. Часто это нужно делать, чтобы как-то связать эту анимацию или приложение с каким-то брендом, с какой-то фишкой, которая будет узнаваться сразу. Но это редкий пример. И как раз вот таких подобных работ на дрибле везде очень много. Как правило, они просто красивые, у них смотрят, но ничего дальше это в продукт не идет. Дальше будут примеры анимации, когда объединяется несколько видов ее. Вверху в полях вы видите, что есть заголовок, и при клике он летит вверх и освобождает место для ввода. В то же время кнопка, которая превращается в лоудер, и финалом удачного входа в приложение – это переход на следующий экран. Тоже интересный вариант, когда для оптимизации работы приложения мы загружаем только часть контента, и в случае необходимости юзеру интересен этот контент, и он начинает его скроллить, он подгружается. Еще есть такое понятие, как скрытая анимация, и вообще очень многие западные дизайнеры, они как раз говорят о том, что самая лучшая анимация – это скрытая. И вот здесь чуть-чуть мы сделали пример, замедлили, но если бы она в пять раз была быстрее, вы бы даже не заметили, но вам хочется, чтобы она была такая. При наведении появляются какие-то маленькие кнопки, если вы добавляете контент, вы знаете, что сейчас что-то добавится. То есть это такая аккуратная анимация, которая как раз не видна, но в то же время она выполняет свою функцию. И еще что я хотел сказать именно на этом моменте – это то, что все принципы, о которых я говорю, они подходят не только для мобайла. Их можно использовать и в вебе, и вообще в любых интерфейсах. Ну, если я показал хорошие примеры, я сразу хочу показать и плохой один. Это тот случай, когда анимацию делают ради анимации, чтобы сделать вот вау-эффект, чтобы как-то продать его клиенту, когда делаются какие-то бессмысленные тайминги, она хаотично появляется. Ее легко определить. Плохая анимация, когда ее сложно объяснить. И когда непонятно, зачем это сделано. И тем более, как это будет разработчиками имплементировано. В общем, не делайте так, как было в прошлом примере. Даже у Apple в гайдлайнах есть хороший абзац, который описывает, что излишняя какая-то анимация, она будет только вредить вашему продукту. Если вы не знаете, как с ней правильно работать, лучше делайте стандартные какие-то транзишины. И опять же, за этот год очень много мне писало дизайнеров, которые говорили, вот, нужно учить After Effects, как его учить. Или мне писали какие-то работители студии, которые говорили, вот, как нам найти дизайнера, который будет все это анимировать. Я всем отвечал и вам тоже расскажу, что на самом деле уже поздно это учить. И если кто-то все еще хочет это учить, то не стоит. Как сегодня, опять же, уже говорил и Антон, нужны инструменты, которые будут помогать быстрее разработчику империментировать эту анимацию. И After Effects в этом плане совершенно не подходит. Скетч очень плавно начал убивать Photoshop. Что же убьет After Effects? Я года три назад уже рассказывал об этом, что нету какого-то инструмента, который позволит создавать вот эту вот анимацию, опять же, про которую говорил Антон, где вот эту интерактивную анимацию, когда вот нужно очень много всего учесть и дальше малейшими усилиями перенести это все в код. Дело в том, что я верю, искренне верю, что так не может быть всегда. И когда-то появится инструмент, который будет нам помогать. Пока его нету, мы используем Pixate. О нем сегодня тоже говорили. Это очень простой редактор, с которым можно быстро собирать почти любую анимацию. Если с ним хорошо разобраться, можно почти любую анимацию собрать с помощью кастолей. И самое главное, быстро. Очень быстро можно придумать какую-то идею, сразу же собрать в Pixate, показать клиенту или просто самому поклацать. И, конечно, в этом плане, пока наш Motion сделает анимацию в After Effects, уже мы можем давно эту идею отбросить. Конечно, второй инструмент, который мы используем, это Origami, он подходит не всегда, но именно для каких-то ситуаций он тоже проще After Effects. Например, опять же, тот Material Design от Google, который повторять очень натурально и оригинально в After Effects, нужно очень долго его учить. Origami уже к этому ближе расположен, потому что там все-таки работа с физикой. Еще есть продукт, который мы ждем и который, может быть, начнет решать вот эту задачу. Это Fuse. Это что-то среднее между простым Pixate, в котором легко можно быстро обучиться делать, и не такой сложный, как Origami. и на выходе будет код, который можно как-то с ним уже как-то работать. В то же время еще есть еще есть вот такие вот вещи, как, например, кастомные анимации, какие-то лоудеры, которые все-таки удобнее делать в After, которую мы передаем разработчикам в виде секвенции, и с этим пока ничего не поделать. Вот примерно вот такие прототипы мы собираем в Pixate. Это делается очень быстро, и в принципе это очень удобно и нам поклацать, и клиенту поклацать. Конечно, не очень удобно собирать большие приложения, но вот будет пример, когда в принципе достаточно большой кусок приложения можно собрать в Pixate, и это занимает очень мало времени. И я думал, что будет очень много вопросов от разработчиков и вообще про разработку, но их, конечно, уже задали ребятам, которые рассказывали до этого про анимацию. Дело в том, что в прошлом году я рассказывал, что мы либо для сложной анимации делаем секвенцию, для какой-то простой анимации пишем, точнее, для простой анимации показываем просто видео, для какой-то средней анимации мы пишем спецификацию, потому что часто мы работаем со стартапами, которые находятся в другой части планеты, и у нас нет возможности подойти к разработчику и сказать, чувак, сделайте тут побыстрее, тут помедленнее, здесь вот примерно вот так вот, здесь вот так вот. Поэтому нужно писать эту спецификацию, и очень часто видео недостаточно, как верстальщику, например, недостаточно просто картинки. Он тоже делает всегда чуть не так. И тут шутка была у меня про то, что вот что же поменялось за год с тех пор, и как сейчас с этим. Ну, а дальше я говорю, что как бы хреново ничего не поменялось за год, все так же плохо осталось. Мы также ждем вот этот вот инструмент, какой-то продукт, который решит вот это вот приблизит нас к возможности делать интерактивный дизайн, который очень быстро можно передать разработчикам. и коротко несколько, ну, немного пару слов резюме этого всего. Функциональную анимацию, как правило, сложно придумать, но легко реализовать. Всегда помните об этом, что как раз вот такие вот какие-то простые решения, это для тех людей, кто хочет учить After Effects. В принципе, самая лучшая анимация, она очень простая, она незаметная, и именно она ценится. Разработка – это очень плотная работа с разработчиком, с дизайнером, с аниматором, и она должна проходить очень тесно. Разработчик должен говорить, что можно сделать, что сделать быстрее, дизайнер предлагает свои идеи, аниматор быстро набрасывает какие-то возможные варианты. И я бы отнес анимацию именно не к UI, а к UX. Это такая часть проектирования, которая постепенно сойдет на нет, не будет уже такого акцента анимация, анимация, анимация. Это просто будет обычный шаг в проектировании, без которого никак. Плохую анимацию очень легко продать, особенно клиенту, который не понимает, как с этим работать, у которого нет опыта. Он смотрит на эту картинку, его подкупают все эти эффекты, но до продакшена, как правило, такие продукты не доходят. Поэтому на дрибле в топе есть очень много работ, которые набирают по 50 тысяч просмотров, но по факту эти приложения не выходят в свет. И, как тоже уже говорили, не бойтесь экспериментировать. Это уже немного изученное, но все равно остается область, которая полностью не развита. Она постоянно меняется. Меняется за счет появления каких-то интерактивных инструментов, за счет каких-то новых идей, новых устройств. Поэтому каждый день может появляться что-то новое. Спасибо. Делайте анимацию правильно. Вопросы, если у кого-то остались после всех. Спасибо, Диме. Вопросы? Так, начну с тебя. У меня такой вопрос. У многих возникает проблема с продуктами, которые решат проблемы анимации. Была ли такая идея создать свой продукт амбициозно? Вот объединиться всем и придумать свой? Реально ли это? Да, но это сложно очень. Очень сложно. До этого нужно быть как минимум программистом, чтобы думать. И еще такой вопрос. Понятно, что нужно как-то почувствовать, что анимации слишком много, да? Но все равно, есть ли какие-то правила, пути, когда нужно остановиться? Когда ее будет достаточно? Вот можно взять анимацию и попробовать ее подстроить под одной из правил, которых я писал. Вот если она не подстраивается под нее, значит уже нужно задуматься. Но ошибок на самом деле не так много анимационных. Чаще всего это скорость. Часто ошибка это скорость, нужно делать все быстро. Очень многие любят растягивать, показывать, как все медленно подлетает, залетает, вылетает. Нужно все делать очень быстро. То есть она незаметная, потому что это очень быстро начинает надоедать пользователям. Ну и опять же, много анимации, смотря где. Например, на отбординге, когда человек только скачал приложение, ему объясняют какие-то шаги в виде анимации. Это очень хорошо. Потому что, во-первых, человек, если это платное приложение, он его купил, он его включает, и вы должны этого человека радовать. Вы должны радовать, вы должны чувствовать, что он не просто купил это приложение, он за ним ухаживает и показывает ему такую красоту. И опять же, вот дальше в приложении, когда что-то непонятно, вы один раз показали анимацию, какой-то элемент подергали, что вот, чувак, сюда нажимай. Дальше все. То есть на второй, на третий раз вы уже не показываете эту анимацию, вы даете пользователю просто работать с вашим приложением. Потому что, по сути, мы делаем это для бизнеса, а бизнес должен зарабатывать деньги, и мы не должны интерфейсными решениями и анимацией мешать зарабатывать бизнесу деньги. Привет. Вот вы, ребята, докладчики, аниматоры. Много сегодня говорили про Origami, Pixate, After Effects. А почему не Sublime и какой-нибудь элементарный jQuery, какой-нибудь грязный код, который разберет любой разработчик, легко передавать материалы, довольно быстро и просто? Почему специальные инструменты, которые дают такой же результат? Ну, я сейчас, это, наверное, больше по вебу, да, вопрос? Да. Ну, в принципе, можно делать и нативные, имитировать нативные приложения с помощью веба. Я из разряда тех людей, которые любят нативные приложения, а не такие вот гибридные. Но можно, наверное. В Origami есть экспорт кода. Но мы показывали, как уже говорили, опять же, люди, мы показывали этот код программистам. Они говорили, ну и что, тут ничего. Можем тайминг взять, скорости, цифры какие-то, но работать с этим пока что еще нельзя. Это все очень сырое. Мы пытались, вот в прошлом году я рассказывал, когда какая-то сложная анимация, и мы пытались ее писать в After Effects, и можно писать анимацию на, грубо говоря, это JS. Мы ее писали на JS в виде формул, и потом передавали разработчикам эту формулу, чтобы он дальше с ней работал. Но это тоже тяжело и не выход. Нужен инструмент, его просто нету, и поэтому вот эта вся беда. Дим, у меня каверзный вопрос. Известно, что будущее находится справа, прошлое слева. Почему у тебя слайды в обратном порядке двигаются? Так по дефолту стояло. Я думал, это некий тест на внимательность, но ужасно режет глаз. Привет, у меня такой вопрос. Вот ты говоришь, скетч убивает фотошоп там и так далее. Но вопрос, наверное, про то, что ты вот ждешь, когда кто-то убьет After Effects. Ты рассчитываешь, что, наверное, кто-то изобретет такую серебряную пулю, что дизайнер будет сидеть и с розчерком пера такой, творить анимацию, и они ни о чем больше не заботятся, потому что будет какой-то инструмент, который все это дело отдаст разработчику, ему тоже особо не надо будет париться. Но может быть, можно уже сейчас и проще взять и заставить дизайнера и сказать ему, возьми, пиши код, делай анимацию сам. В чем проблема дизайнеру сделать эту анимацию в продакшене, сделать ее для фронт-энда? Я понял вопрос. Ну, если мы еще подождем немножко, если ничего не будет, то это единственный выход. Я часто везде рассказываю и говорю о том, что дизайнер – это не тот человек, который просто раскрашивает картинку, ну, по крайней мере, в моем понимании, который работает в нас. Это человек, который должен уметь думать, и наши дизайнеры умеют работать и в Pixate, и в Origami, а это уже выходит за рамки все-таки просто дизайна. Поэтому если никто не выпустит продукт, будем учить программирование, кодить. Раз. Вышел материал дизайн, гайд, да? Вообще, что он поменял вообще в анимации в мире? Потому что такое ощущение, что все только о нем говорят, говорят, но ничего вокруг вообще не меняется. Андроид как был, тупым вообще таким деревянным, так явно и остался. А его сосы как бы плевали вообще на гайды материал дизайна, по-моему, столько и колокольня. Что он вообще для тебя, к примеру, поменял? Материал дизайн для меня поменял то. Он заставил всех задуматься вот как раз о анимации. Он заставил задуматься, что нужно ее как бы делать не просто так, а как-то, опять же, это попытка сделать функциональную анимацию. Конечно, у них эта попытка в большинстве случаев плохая. Что-то у них получилось, но многое не получилось, но как минимум они сдвинули, расшевелили людей, которые начали думать в этом направлении. Это радует. Поэтому они далеко не гуру в этом. Все. Дим, привет. Вопрос такой, вот ты говоришь, этот магический продукт, инструмент, а вот если когда он появится, который решит все эти проблемы, не получится ли так же, как с робототехникой на заводах и фабриках, когда, ну, то есть пласт специалистов просто, ну, становится ненужным. Не понял еще раз. Ну вот появится инструмент. Появится продукт, который… Да, продукт, который решает вот эту проблему. И как бы сейчас как бы есть специалисты, которые занимаются этими как бы решениями. То есть пишут код по видосам, которые вы анимируете. Если этот инструмент появится, то есть, ну, не нужны, ну, перестанут ли быть нужны эти специалисты? Не, не, дело не в том, чтобы это выдавало какой-то готовый год, готовый код. Дело в том, чтобы есть реальная проблема, когда мы делаем анимацию, и ее очень сложно объяснить программисту. Он вроде смотрит видео, а потом раз, как бы мы смотрим тестовое приложение, а там не так, как бы, там скорость хуже, там оно должно по дуге вылетать, а оно просто вылетает. И как бы мы ему говорим, там, чувак, посмотри, тут оно вылетает не так. Он такой, да так все вылетает, что ты мне рассказываешь. То есть в идеале это… Мы делаем анимацию, и это какой-то продукт, который готовит какую-то спецификацию, ну, в мечтах. Это не готовый код. Или, может быть, какие-то куски. Вот мне Дима Нойков подходил, показывал маленький инструмент, где настраивается график скорости, сразу же показывается превью, где машинка едет, и сразу же показывается кусок для X-кода, который полностью будет повторять вот это вот… Вот это уже какой-то маленький шаг, маленький инструмент. Привет. Спасибо за интересный доклад. Презентация тоже отличная. У меня такой вопрос. Вот в плане анимации совершенно согласен. Такая скрытая анимация, это действительно как-то оно может быть на уровне подсознания воспринимается человеком уже как-то, ну, более как-то, может быть, гармонично или как-то приятнее, что ли, я не знаю. И напротив как раз переизбыток анимации, как раз, как ты сказал, это пример плохой анимации. У меня вопрос такой. Про этап, допустим, продаж. Понятно, что клиент не совсем, наверное, заказчик не совсем, может быть, разбирается в этих вопросах. Соответственно, допустим, если вы как-то вписываете там в смету такая скрытая анимация, заказчик может сказать, это, конечно, все здорово, но ее же пользователи особо не заметят. И напротив, ну, захочет, допустим, сэкономить, может быть, бюджет. Вы понимаете, что при этом приложение как-то уже будет, может быть, не таким качественным, как бы, с вашей точки зрения, ну, в плане интерфейса работы. И напротив, он может попросить, сказать, сделать мне побольше анимации. Я хочу, чтобы здесь все летало, прыгало. Вот мне именно интересно вопрос, может быть, это как работать с возражениями. То есть как, грубо говоря, клиенту, заказчику объяснить полезность этих скрытой такой маленькой анимации. Потому что на самом деле та же самая вот звездочка, избранная в Твиттере, то есть она вроде есть, но ее вроде как-то не замечаешь. То есть вроде бы зато приятно пользоваться. У меня вот такой вопрос. Спасибо. Это вопрос даже не про это. Это вопрос про работу с клиентом. По сути, да. Мы просто вот сейчас меняем название. Ты сейчас говоришь, как объяснить клиенту, допустим, мы не анимацию продаем, важность, а удобство, юзабилити. Как объяснить клиенту, что ему нужно юзабилити, если он не хочет дополнительно за это платить. Ну как? Он не будет платить, не будет результата. Если тот человек, который может объяснить, что нужно юзабилити, тот человек так же самым мы можем объяснить, что нужна анимация, что она будет скрытая, она будет незаметная, она будет давать какую-то пользу. Ну либо, может быть, проще об этом этого не касаться и просто делать как бы в рамках всего там определенного бюджета, допустим, то есть не касаться именно таких мелочей в плане анимации, просто выделать там качественно, хорошо, красиво. Дело в том, что в продуктовой разработке, в грамотные клиенты, мы в основном с такими работаем, им это все объяснять не надо. Поэтому в этом плане нам легче. В общем, вы не выглубляетесь. Вот те люди, которые не понимают, они идут к тем людям, которые делают плохую анимацию и как бы они с ними, мы со своими, они со своими. Ясно, спасибо. Еще один вопрос. Спасибо за презентацию. Очень понравились анимации, которые были в первой части ее. Но есть вопрос, если дизайнера, как мне понимается, можно найти, кто такое может рисовать, но где взять программистов, разработчиков, которые сумеют рисовать именно в точности, как они были показаны? Вы говорите просто, что их… Где взять разработчиков, которые могут реализовать анимацию? Ваши разработчики это все умеют делать и уже есть ли какие-то кейсы реальные? Ну, во-первых, нужно перестать дружить с разработчиками, которые эту анимацию не делают. Как правило, такие разработчики говорят это излишество, это лишнее, это не надо, но все. Нужно дружить с теми, кто это умеет делать. И у нас на сегодня есть все, чтобы это делать. Если еще несколько лет назад на андроиде можно было не мечтать про анимацию, на iOS ее делали, но очень сложно, писали какой-то кастомный код сложный, то сегодня выходит тот же Swift, который заточен уже под некоторые вещи, уже выпускаются гайдлайны, какие-то готовые библиотеки, поэтому никаких сложностей с анимацией. Опять же, нужно не выходить за суперрамки, использовать шаблонную анимацию, делать ее уникальную за счет уникальных каких-то pull-to-refresh, которые делаются легко в авторе и потом отдается им. И делать ее незаметно. Хорошая анимация, незаметная анимация. Такие анимации обычно просто видны в том же Swarmy, в Facebook, в Instagram, то есть в приложениях, которые, ну, большие бюджеты. Как быть стартапом, то есть которые хотят заполучить такую же анимацию у себя в приложении? Мы работаем со стартапами, все нормально, все хватает у всех. Спасибо. В заблуждение. Привет. Тут был разговор по поводу точки входа, собственно говоря, и я хотел спросить по поводу этих двух продуктов, оригами и пиксейта. Ты упомянул, что вы пользуетесь и тем продуктом и другим. Почему вы решили все-таки остановиться на пиксейт? Мы на нем не решили остановиться, просто что-то делается в пиксейте, что-то делается в оригами, это два разных продукта, и что-то быстро можно сделать в одном продукте, что-то даже не быстро, а правильнее, или правильно протестировать, посмотреть в другом продукте. Это, мы используем два продукта. И вот так вот. Конечно, в оригами все сложнее, в пиксейт мы потратили один вечер, чтобы, в принципе, все разобрались в основных функциях, и еще день нужно человеку, чтобы вообще уже делать какие-то классные штуки. А дальше просто думать и все. Мне как раз показалось наоборот. Визуально. То есть там боксы натягиваешь, анимация. Не, пиксейт очень визуальный, там все просто. Спасибо. Ну, у нас, да, вопрос, наверное, закончили тогда. Диме, спасибо большое. Вот, и Дим, две книжки, как обычно. Два лучших вопроса. Главный вопрос, кто задал вопрос. Ну вот, про что поменял материал дизайн. Чемпион по книжкам. И, 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 и. Не помню, я не помню вопрос. Ладно, ты можешь одну книжку собрать и потом поймать кого-то, кого ты запомнил. Да, хорошо. Создающих? Спасибо. 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 Спасибо.